10 октября станица Анастасиевская отпраздновала свой день рождения ярко, насыщенно и весело. Ей исполнилось 150 лет. Для станицы это скромный возраст, а для анастасийцев повод вспомнить былое, людей, которые немало сделали для поселения, заглянуть в светлое и прекрасное будущее. С каким размахом прошли гуляния, расскажут наши корреспонденты. История станицы Анастасиевской началась в далеком 18 веке, когда она была основана на месте сторожевого поста, построенного полководцем Александром Суворовым. Как административная единица, станица Анастасиевская была образована в 1865 году. По одной из версий названа станица по имени дочери купца Еремея, которая родилась в день святой Анастасии на месте современной станицы. С тех пор прошло 150 лет. С каждым годом станица хорошеет. Асфальтируются дороги, строятся новые детские площадки, освещаются улицы. Трудолюбие, доброжелательность, работа во благо своей малородины – вот главное, что отличает жителей этой станицы. Именно благодаря их труду Анастасиевская сегодня такая уютная, красивая и благоустроенная. Своих земляков с праздником поздравил глава поселения Александр Заволока. На протяжении многих лет наша станица не стоит на месте, с каждым годом развивается, становится краше, уютнее, благоустроенной. И это отмечают не только наши жители, но и гости, которые к нам приезжают. Хотел бы от всей души поблагодарить каждого жителя, который своим трудом, своей помощью, своими советами участвует в нашей жизни, нашей малой родины. И благодаря их труду мы развиваемся, становимся чище, краше и уютнее. Весёлым и шумным было празднование дня рождения станицы. Многочисленные гости, головокружительные карусели, широкая ярмарка, концерты, конкурсы и интересные выставки. Стало доброй традицией в преддверии дня станицы проводить фестиваль детского творчества «Радуга Кубани», где своим талантом порадовали самые юные анастасиевцы. Что-то сегодня грустно у нас, В зале не место грусти сейчас, Тут заиграла черная гармошка, Ноги пустились в пляс. Весело скрипели башмачки, башмачки, Новые соскрипал башмачки, башмачки, С башмачками ноги без башки, без башки, Ты меня попробуй удержи. Масштабы дня рождения станицы не уместились в рамки празднования одного дня. Все выходные станица гуляла и плясала. Мы находимся на главной площади станицы Анастасиевской. С каждой минутой сюда приходит все больше и больше людей. Повод для этого действительно важный. День рождения станицы. Ей 150 лет. Открылся второй праздничный день выставкой солений, варенья и выпечки. Любая хозяйка могла принять участие в конкурсе кулинарного мастерства. А каждый пришедший мог отведать домашние заготовки и всевозможные пирожки, пироги и пирожные. А за самый вкусный экспонат съедобной выставки мог отдать свой голос. С самого утра юные анастасиевцы участвовали в игровой и спортивной программах. Прыгали на скакалке, играли в эстафеты, рассказывали стихотворения, пели, танцевали и даже боролись подушками. Настроение хорошее, потому что сегодня праздник. Я тут гладила обезьян, играли в эстафеты, я выигрывала. Да, сегодня день станицы, настроение великолепное. Чего здесь столько нет. Очень хорошо. И эстафеты нам проводят разные. Все очень классно. Мне понравилось. На площади у Станичного дома культуры была организована и выставка-ярмарка творческих работ декоративно-прикладного искусства. Там были представлены различные топиари из кофейных зерен, монет и искусственных цветов. Резьба по дереву, квилинг – все это было сделано руками местных мастериц. И вот эта выставка прикладником нашей Анастасии, и мы пригласили прикладников с других городов и районов к нам в гости со своими товарами, со своими изделиями. Ну и у нас стала традицией. К дню рождения станицы наш клуб любителей выпускает альманах творческих работ наших участниц. Попробовать себя в качестве настоящих мастеров гончарного дела в день рождения станицы мог любой желающий. Антон Курлянчиков посвящал вазы гончарного ремесла. Учил, как придать форму глиняным изделиям. Сейчас я вытягиваю стакан или цилиндр, можно так назвать. Это основа любого сосуда. Потом мы можем вытянуть из этого либо горшок, либо тарелку, либо миску, или крынку народную, нашу кубанскую. Вот сейчас процесс такой, на полу становления только стакана. Сейчас я его сделаю равномерный и после этого придам ему любую форму. Любителям животных тоже было чем себя порадовать. Ежегодно в день станицы проходит выставка декоративных животных – голубей, домашних птиц, которые жители выращивают в своих дворах. Всё это время на площади у Дома культуры не смолкали песни творческих коллективов. Была ты Настей, стала Анастасией, как из деревни малой выросла Россия. Ты прекрасна, Настя, век твой долго длился именем твоим красивым. Названа Станица. Названа Станица. Ярким представлением для анастасиевцев стала музыкальная театральная постановка, подготовленная народными коллективами Коржевского, Рисового, Черноярковского и Анастасиевского поселений. «Подвори проходитися, на боярів подивитися, чи не криві не горбати, чи умею танцювати?» И не чувствовалось в эти праздничные дни той особой грусти, которая присуща дню рождению от осознания того, что промелькнул ещё один год. Ведь что такое год для большой казачьей станицы? Лишь краше она становится. Всё почётнее её вековые традиции и весомее достижения жителей. Анастасиевцы гордятся своей станицей и очень любят её. «За то, что я здесь живу, за то я её и люблю. Потому что Родина – это, а Родину надо любить». «Замечательные станицы люди, талантливые, неравнодушные, очень гостеприимные, трудолюбивые. Ну, то есть, в нашей станице, мне кажется, самые лучшие люди и самые красивые люди». Марина Черняк вместе с супругом живёт в Анастасиевской почти полвека. За это время станица очень похорошела, изменилась, вспоминает Марина Михайловна. Прожитые здесь годы она очень ценит. «Вы знаете, как она преобразилась? Я её полюбила, как будто я тут и жила. Но у меня муж здесь родился. Вот мы сюда на Родину и приехали, к мужу на Родину». Эстафету веселья и радости подхватили и на вечернем концерте, где в торжественной обстановке из года в год чествуют лучших жителей станицы. С праздником Анастасиевцев поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. «Я от всей души хочу поздравить вас, дорогие жители, пожелать вам мира, добра. Пусть в наших домах всегда будет смех, улыбки, радость, ну и, конечно же, мирного неба над головой. С праздником!» В праздничный день станицы с особым трепетным чувством чествовали достойные и активные семьи станицы, которые в этом году отметили супружеские юбилеи. Аплодисментами приветствовали зрители-долгожители, дружные многодетные семьи, новых жителей поселения, хозяев домовладения, образцового содержания. Юбилейными медалями и благодарственными письмами были они награждены в этот день. Юбилей Анастасиевской стал неотъемлемой частью жизни каждого станичника. Праздник прошёл по семейному тепло и душевно, оставив у всех хорошее настроение и много улыбок. Перевёрнута ещё одна страничка истории Анастасиевской. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, Александр Косицын. Программа «События».